Какую самую удачную шутку вы когда-либо делали? Это было в те времена, когда я еще учился в университете, и мой сосед по дому жил на консервированной пище. У него в шкафах всегда было огромное количество супов и овощей, но все они были законсервированы. И когда я говорю, что у него их было много, я говорю о десятках банок, заполняющих весь шкаф. Он был бы единственным, кто выжил бы в ядерной войне. И мне однажды пришла в голову одна прекрасная идея. Я аккуратно снял этикетку с банки с куриным супом и приклеил ее банку с кормом для кошек, которую я купил в супермаркете специально для этого пранка. В тот вечер он собирался поужинать, и я, конечно же, спросил у него, «Что у тебя на ужин, Джимми? Хм, а как насчет куриного супа?» Я как-то его уговорил, и он ничего даже не заподозрил. Он взял банку супа и открыл ее, и это был куриный суп. Я подумал, что он, возможно, взял другую банку, поэтому я не стал заморачиваться насчет этого, думая, что у меня получится разыграть его в другой раз. Прошло две недели, и я как-то забыл о банке с кошачьим кормом, когда вдруг во время приготовления обеда он позвал нас. И когда мы пришли, мы увидели, как он встревоженным голосом говорит, «Хм, ребята, что вы думаете об этом супе?» «Мне кажется, что это выглядит как-то смешно». В этот момент я так сильно засмеялся, что я даже не мог дышать. Однажды летом, когда мой двоюродный брат остался с нами, мы с ним устроили небольшую шутливую войну друг против друга. Мы решили объединить наши силы и попытаться разыграть всех остальных. Мы положили небольшие горсти муки на каждую лопасть потолочного вентилятора в гостиной. Ну, там было столько муки, чтобы ее не было видно, когда вы стоите снизу. Прошло несколько недель, и ничего не произошло. И поэтому мы забыли об этом. И вот, наконец, настал тот день. У моей мамы была компания дома. Я был на кухне и услышал, как в гостиной все начали кричать. Мой двоюродный брат подбежал ко мне с усмешкой и сказал, «Это случилось!» Вся гостиная выглядела так, будто там только что пошел снег. Все было покрыто мукой. Моя мама кричала, ее гости смотрели на нее в замешательстве, а собаки бегали кругами и гавкали. Это было очень смешно до тех пор, пока нам не пришлось все это вымывать. Я создал поддельный адрес электронной почты для общества по защите Нарвалов. И отправил коллеге электронное письмо, в котором говорилось, «Мы в обществе по защите Нарвалов были проинформированы о том, что вы тоже имеете отношение к этому величественному существу. И мы хотели бы знать, если вы вдруг захотите присоединиться к нашему обществу». Он ответил, «Спасибо за письмо. Не уверен, кто дал вам мои контакты, но я не заинтересован в присоединении к вашему обществу. Удачи!» Пару недель спустя я снова написал ему по электронной почте и перечислил ему все минимальные взносы для общества. И также написал ему дальнейшие планы нашего общества. Он ответил, «Еще раз, пожалуйста, обратите внимание, что мне это неинтересно. Пожалуйста, уберите меня из своего списка рассылки». Несколько недель спустя я написал по электронной почте, что его взносы были приняты, но теперь он должен вернуть нам эти деньги в виде долга. Я писал ему примерно 2-3 раза в год в течение 3-4 лет. В первый год, когда мы все еще работали вместе, я увидел, как он открыл письмо, покачал головой и сказал вслух, «О, нет, только не эти ребята». Но самое странное, что он никогда не пытался заблокировать этот адрес электронной почты, с которого я ему писал. Он отвечал на некоторые мои письма, становясь все более и более растерянным, а другие письма просто игнорировал. В одном ответе он приложил фотографии неживых нарвалов, которых кельнули браконьеры, и сказал, «Вот что я думаю о вашей группе Нарваля. Я ненавижу их. Я желаю им, чтобы они вымерли». В конце концов, я прекратил ему писать, и я никогда не говорил ему, что это был я. Но несколько лет спустя, несколько наших бывших коллег вышли наперекур, и один парень сказал мне, «Что случилось с тем пранком Нарвалом, о котором ты мне говорил?» Да, тот парень был рядом, и когда он услышал, что это был я, он просто впал в бешенство. И прежде чем продолжить просмотр, советую подписаться на мой телеграм-канал. Там я пощу все самое интересное с реддита. Ссылку на него вы найдете в описании. Мой покойный муж был погодным ботаником, и он очень сильно любил плохую погоду. Однажды я была дома одна, и надвигался сильный шторм. Я написала ему, что надвигается шторм. Несколько дней спустя уже был прекрасный солнечный день, не облачко на небе. Мы сидели и смотрели телевизор, и как только он пошел на кухню за пивом, я начала пранковать его, говоря, что скоро начнется дождь. Это было невероятно смешно. Он каждый раз выбегал на улицу, чтобы проверить небо. Я очень сильно смеялась. 1998 год. Я учился в четвертом классе, и я решил взять свои универсальные дистанционные часы в школу. В то время это была сверхвысокая технология, и никто не слышал о такой вещи. И я тайно включал телевизор в классе каждые пять минут. Учитель, которого я презирал, был убежден, что в комнате находятся какие-то призраки, или что-то вроде того. Она отключила его из розетки после третьего или четвертого раза. Успешный, но в то же время неудачный пранк. Я увидел друга, идущего впереди меня, и решил пранкануть его довольно баянистым способом. Ударить его по плечу, а затем сделать вид, что я бегу мимо него в другом направлении. Однако, концентрируясь только на моем друге, я не видел скамейку в парке. Столкнулся с ней на полной скорости и упал на нее. Сквозь щели в скамейке я видел, как мой друг смотрел по сторонам. Он был в шоке, и он выглядел так, как будто задавался вопросом, кто ударил его по плечу. Слезы от боли в ноге не давали мне засмеяться и выдавать себя около 20 секунд. Теперь я понимаю, что это намного серьезнее, чем я раньше думал. Когда я и мои три других брата были маленькими, мы прятались от папы, когда он возвращался с работы. Мы никогда не отвечали на то, что он называл наши имена, и мы не издавали никаких звуков. Мы думали, что мы идеальные маленькие ниндзя. Но, когда это произошло однажды, он решил пойти в дом соседей, чтобы посмотреть, там мы или нет. Но когда он узнал, что нас там нет, он позвонил нашей матери и сказал, что мы все потянулись и нигде не может нас найти. Наша мама прибежала домой в слезах, и они уже были готовы позвонить в полицию, когда мы вдруг резко выпрыгнули из наших укрытий. Они не посчитали это смешным, и в тот день каждому из нас достался ремень. После просмотра одного интересного фильма, я подумал, что было бы забавно поставить все стулья на стол, странно расставить их по всей комнате, а затем открыть все шкафы посреди ночи. Я думал, что это будет вполне безобидная шутка, и мои родители будут смеяться над ней. Нет, они верили на тысячу процентов, что это был призрак, который жил у нас в доме, и даже не имело значения, что я признался им, что это был я. Они все равно продолжили верить, что это был призрак, лол. Я не уверен почему, но я думаю, что они действительно хотели, чтобы их кто-то преследовал или что-то в этом роде изменено. Я знаю, что все вы думаете, что мои родители таким образом шутили мне в ответ. Я очень хотел бы, чтобы мои родители были такими, но моя мама убеждена, как и моя бабушка, что они чувствительны к этим вещам, и мой вечно пьяный отчим тоже в это верит. Каждый раз, когда что-то идет не так в их жизни, они всегда уверены, что это является причиной плохой энергетики, и они начинают очищать свой дом с помощью разных штук. И после того, как они очистили его, и он полностью становится засыпанным защитными кристаллами, ни один из них, кажется, не способен разыгрывать шутки так долго. А я их пранканул почти 10 лет назад. И они, кажется, реально преданы идее, что их преследуют призраки. И они преданы этой идее настолько, что они купили моему младшему брату, сейчас ему 9 лет, ожерелье, которое должно находить духа в доме. Однажды я спросил их, не думали ли они просто ходить в церковь, если они реально думают, что в их доме есть призраки. Но они просто послали меня. У меня был хороший приятель из старшей школы по прозвищу Тиди. Однажды мой брат спросил меня, что означает Тиди. Поэтому я посмотрел на него так, будто он идиот, и сказал, Тайрон Драконис. Это имя появилось из ниоткуда, и у меня не было намерений до этого момента обмануть своего брата. Но все же мне почему-то пришло это имя в голову. Поэтому я небрежно вернулся к тому, что я делал, чтобы у моего брата не возникло никаких подозрений насчет этого. Брат начал сходить с ума, и он постоянно начал говорить мне, что это лучшее имя за всю историю человечества. И что он так взволнован, что даже не может дождаться того момента, когда он сможет увидеть этого Тайрона Дракониса завтра в школе. Дело в том, что Тиди на самом деле означает Теодора Дэвид. Поэтому я пришел на следующий день в школу примерно за 30 минут до моего брата, и начинаю объяснять всем ситуацию, и прошу всех подыграть мне. Даже сам Тиди был в классе в тот момент. Таким образом, с конца августа до начала середины мая, каждый раз, когда мой брат видел Тиди в школе, он начинал кричать «Тайрон Драконис!». Однажды другой мой одноклассник попытался исправить его, но у него была плохая репутация. Он издевался надо мной, когда мы впервые переехали туда. Поэтому мой брат, естественно, не поверил ему. Затем наступил выпускной, когда моя мама испортила эту шутку. Да, мои родители тоже были там. Брат не хотел присутствовать на открытии линейки. А в качестве инструмента шантажа она сказала «Разве ты не хочешь услышать, как на самом деле зовут Тиди?». Она повторила эту фразу несколько раз. Через пару часов брат подходит ко мне и спрашивает «То есть на самом деле имя Тиди не «Тайрон Драконис?»» Я сказал ему, что это на самом деле не так. И это просто взорвало его разум. Ведь, по сути, это был реально очень сложный и долгий розыгрыш, который возник из-за одного совершенно обычного жизненного момента. Ну а на этом видео заканчивается. И если видосик тебе понравился, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Давайте попробуем набрать на этом видео 2000 лайков. Также, если хотите, можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. И спасибо каждому, кто оставляет комментарии. Всех крепко обнимаю. Ну и как обычно, ссылку на телеграм-канал и чат вы найдете в описании. Пока! А вот, кстати, рандомный комментарий из предыдущего выпуска. Но если ты тоже хочешь попасть в видос, обязательно оставляй любой комментарий. И, возможно, именно ты попадешь в следующий выпуск. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok